Широкий молдом, чтобы было пресс-центр видно. Тема «Фор Пис», которая сейчас звучит на нашей встрече, она, наверное, самая важная в нашей деятельности. Я бы сказал так, что все это родилось изначально от Международного Молодежного Объединения Гаудамус. Это Международное Молодежное Движение Всемирное. И вот там родились многие глобальные проекты интеркультуры. И все, что связано с интеркультурой, в основном кругосветный караван интеркультура, резонансная агенция интеркультура. И вот сейчас такой лозунг «Фор Пис», который проникает в умы и сердца людей. Сила для мира. Да, то, что в переводе означает «сила для мира», это, наверное, та квинтэссенция, которая в данный момент времени для человечества обретает все большую и большую значимость. Очень огромное значение этот лозунг, можно так сказать. Хотя слово не очень приятное, заезженное для советского времени, для тех, кто был в советское время. То этот лозунг как раз он говорит о том, что вот эта сила, которой обладает человек, она должна служить миру. Она должна служить тому, чтобы вокруг человека всегда было добро, благо. Должно быть весело, должно быть уютно, должно быть тепло. Должны окружать его друзья. И вот сила, которую человек может проявить, сейчас будем говорить о человеке, она очень разноплановая. Она – это и духовная сила, сила любви, это физическая сила, это сила той техники, которую человек создал и использует. – А в мирных целях? – Да, вот все это для мира, в мирных целях. Человек много чего создает, и то, что он создает, можно использовать для мира. И на самом деле, и прогресс человечества, наверное, зависит от того, что человек держит в своем уме. – Готов? – Если у него в уме мир и цель, для чего он живет, это создание мира и счастья вокруг себя, на планете, то тогда это все правильно. И вот этот лозунг «For peace» или «Сила для мира» украинскую мову, «Сила для мира» на русском языке, и точно так же на любом другом языке будет обретать свое качество в исполнении на своем родном языке, этот лозунг, он принадлежит всем, этот лозунг. Это не есть такая аббревиатура, которая используется на «Колубые каски» ООН. Этот лозунг может взять любой человек на свою футболку, на свою кепку, на бои панданов, куда угодно он может его использовать, показав этим окружению, что то, чем он обладает, та сила, которой он обладает, используется для мира. Вот это вот основное, что я хочу сказать. Спасибо.